У нас не только же проходы, у нас и самолеты старые летают, и продолжают летать. Но это пока до первого, как говорится, вот этого несчастного случая. Очень высокая экономия на средствах, которые тратятся на ремонт, и очень высокие риски для человеческой жизни. Что делать с этим? Но в первую очередь, конечно, это государственный контроль, потому что более чем государство обеспокоено и заинтересовано в жизни своих граждан, больше никто так беспокоиться не будет. Как не предохраняйся, вот есть какие-то нюансы, человеческий фактор, еще что-то. Вот в Японии уж на меганадежная сторона, там вот тоже произошло в результате стихийного бедствия на атомной станции. То есть другое дело, что есть какие-то маленькие такие менталитетные отличия. Это наша безалаберность, конечно, это совершенно однозначно, потому что, ну, российский народ всегда славился своим авосьем. Им кажется, все вот обойдется, обойдется. Ну, подремонтировали, обойдется. Там не проверили, а, черт побери, мы вот. Это техника виновата. Да нет, нифига не техника виновата, это вы виноваты. Потому что допускается такую технику, да, обслуживание людей, у которых есть семьи, родные, дети. Но это никого не волнует, главное же бабло. Бабло. И вот это вот, когда он пока у нас будет, это бабло. Тогда у нас будут вот эти трагедии. С одной стороны, возможно, это говорит о менталитете нации. И можно, конечно, вечно спорить о том, что это неисправимо. Ну, с другой стороны, мне кажется, сейчас поколение, которое вырастает, оно какое-то более осознанное, оно более ориентировано на европейские стандарты качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова